Валерий, прежде всего, наверное, я вот с чего хочу начать. На этой неделе стало известно, что на 100% мощность заработал первый реактор БелАЭС, а Литва, соответственно, намерена создать специальную комиссию по блокаде БелАЭС. Вот на ваш взгляд, получится ли у Литвы не допустить электроэнергию с атомной электростанции в Астровце на территорию своей страны? Я думаю, это вполне реалистично, и мы понимаем обеспокоенность Литвы тем, что вообще такой проект был запущен буквально в непосредственном соседстве от столицы Литвы. То, что это делалось без надлежащего общественного контроля в Беларуси, без надлежащего увлечения международных институтов в обсуждение этого проекта. Для Беларуси тема ядерной энергетики очень болезненная, ввиду того, что наша страна больше всех пострадала от аварий на Чернобыльской АЭС. И то, что общество было отлучено фактически от обсуждения этого вопроса, даже скорее подавлялись любые попытки обсуждать и высказывать мнение по поводу этого проекта, это, безусловно, заслуживает осуждения. И то, что такой проект был реализован без учета общественного мнения, говорит о том, что проект не своевременен и не уместен. То, что Литва обращает на это внимание, мы это понимаем. Я думаю, что их усилия по недопущению закупок электроэнергии странами Балтии, эти усилия достигнут успеха. Ну, проблема, насколько я понимаю, уже заключается в том, что в Атвии и Эстонии некую иную позицию занимают, и Литва их за это немного осуждает. То есть, вот эти три страны никак не могут договориться о трехсторонней методике торговли с третьими странами электроэнергии. Вот как эта проблема может быть решена? Я думаю, тот контекст, который мы сегодня наблюдаем в Беларуси, то, что власть на сегодняшний день практически удрубирована нелегитимным президентом, которого поддерживает исключительно Россия, этот проект работает на пользу именно диктатору, и он отвечает интересам России. Он не укрепляет энергетическую безопасность Беларуси, не укрепляет суверенитет, но он укрепляет зависимость Беларуси от России. Думаю, что Латвия и Эстония также могут прислушаться к этим аргументам и пойти вслед за Литвой в неприятии поставок электроэнергии с Беларуси. Вот я уже говорил о том, что состоялась встреча Светланы Тихановской с министром экономики Литвы Аушрина Армонайте на этой неделе. Можете рассказать подробнее, что там обсуждалось? Ну вот в общих чертах мы знаем, что в том числе говорилось о новых санкциях в отношении так называемых кошельков Лукашенко. Есть какие-то как бы практические результаты от этой встречи? Обсуждались, прежде всего, вопросы о оказании поддержки тем беларусам, которые вынуждены покинуть Беларусь из-за репрессий, из-за преследования. Многие приехали сюда, но есть вопросы административного характера при оформлении разрешения на работу, визовая проблематика, оформление банковских счетов. Это все то, что для людей является практическими проблемами, и Министерство экономики в этом вопросе может оказать поддержку беларусам. Второй темой было оказание поддержки тем предприятиям, которые хотят переехать в Литву. И опять же, для тех, кто не может осуществлять свою деятельность в Беларуси в нормальном режиме, ввиду того, что в стране установилось фактически беззаконие, и любой может стать объектом для преследования режима. Могут быть и физические лица, и юридические лица. Конечно, для бизнесов очень важны условия, при которых они могут быть уверены в завтрашнем дне. Таких условий на сегодняшний день Беларуси нет, поэтому многие предприятия задумываются о переезде, и мы это понимаем. Вместе с тем, когда мы видим усилия любви по созданию благоприятных условий для переезда беларусских бизнесов, IT-бизнесов в том числе, мы, безусловно же, рассчитываем на то, что когда условия в Беларуси изменятся, когда произойдут перемены, возобновится действие закона в стране, то эти бизнесы, тем не менее, решат переехать в Беларусь, вернуть свои бизнес-проекты, вернуть рабочие места, и мы надеемся в этом вопросе на понимание. Валерий, вот еще одна инициатива, которая была озвучена в Литве на этой неделе, это возможность переименования Беларуси на официальном уровне, так как Литва это сделала по отношению к Грузии. Грузия теперь в официальных документах значится как Сокартвеллу. А Беларусь по-литовски будет Балта-Руссия, но вот сейчас министр иностранных дел Габриэль Соландсбергис выступил с инициативой, что она может быть называться Беларусь. Вот насколько есть вероятность такого, что это решение будет принято? Безусловно, этот вопрос передан на рассмотрение литовской стороне. Они будут взвешивать, согласно своим процедурам, насколько целесообразно на этом этапе обращаться к этому вопросу, есть ли для этого необходимые условия. Здесь мы полностью доверяем литовским партнерам в том, чтобы обратить внимание на этот вопрос. Это не вопрос первоочередной важности, но тем не менее имеет определенное политическое значение. Светлана Тихановская, по-моему, на следующей неделе будет принимать участие в заседании правящей партии Германии. Что будет там обсуждаться? Расскажите об этом. На самом деле это заседание уже состоялось. Оно состоялось вчера. В результате этого съезда был избран новый руководитель партии, который будет принимать участие в выборах, осенних выборах, который имеет шансы стать следующим канцлером Германии. Выступление Светланы было очень тепло воспринято. Не так много людей выступили на этом мероприятии из числа иностранных лидеров. Но ее выступление действительно резонировало очень хорошо. Освещалось и иностранными медиа, и немецкими. Такое участие весьма редко встречается среди белорусских политиков. И то, что именно Светлану пригласили принять участие в этом мероприятии, показывает, насколько важным является фигура Светланы Тихановской для иностранных партнеров Белоруссии, для иностранных друзей, в том, как они видят будущее Белоруссии, что они видят его демократическим и свободным. Еще из международных новостей этой недели. Вот мэр Львова, господин Садовый, а также и в Николаеве украинском эту тему поднималось о том, что могут пересмотреть вопрос закупки продукции белорусского предприятия МАЗ. Это решение сильно ударит по экономике Белоруссии, по экономике режима Лукашенко? Безусловно, это будет болезненным ударом. Поставка такого количества автобусов негативно скажется на складских запасах. Сегодня мы говорим о том, что уже накопились складские запасы на многих предприятиях. Безусловно, нужно понимать, что это непроизвольное решение, непроизвольная позиция наших международных партнеров, будь то региональной власти или национальное правительство. Мы говорим о том, что оценивается контекст ситуации в Белоруссии. То, что Лукашенко создает совершенно неприемлемые условия для ведения бизнеса внутри Белоруссии, и то, что его фигура на сегодняшний день является неприемлемой ни для Белоруссии, ни для иностранных партнеров. И закупать продукцию предприятий, особенно государственных предприятий, в таких условиях это может ограничиться этическими нормами, и многие предпочтут не делать этого. Потому что закупка продукции государственных предприятий в Белоруссии фактически означает поддержку режима Лукашенко, его продолжающееся сохранение власти в Белоруссии, вопреки законам, вопреки результатам выборов 9 августа. Белорусский стачком, а также Светлана Тихановская на этой неделе обратились к норвежской компании Yara International, которая закупает продукцию у Беларусь-калия. Эта история давно уже длится. Yara International говорила о том, что они могут пересмотреть сотрудничество с Беларусь-калием, если факты увольнения сотрудников, которые присоединяются к забастовке, будут подтверждены, то есть факты репрессий в отношении этих сотрудников. Какое решение в итоге Yara International приняло или, может быть, примет? Когда ожидается это решение? Насколько известно, решение еще не принято. На следующей неделе ожидается встреча, личная встреча Светланы Тихановской с руководством Yara International на уровне руководителя предприятия. Мы будем обсуждать эту проблематику, то, что можно сделать на данном этапе, то, каким образом Yara International может поддержать тех рабочих, которые уже присоединились к стачке, и те, которые еще могут присоединиться к стачке. Безусловно, мы понимаем, что Yara International, подписав контракт, фактически обеспечит хорошую бизнес-перспективу для Беларусь-калия, которая является одним из основных поставщиков валюты в беларусский бюджет. Вместе с тем сама Yara International глубоко обеспокоена тем, что происходит на Беларусь-калии. Неоднократно они поднимали вопрос о нарушении прав рабочих на предприятии и указывали на то, что такое недопустимо и противоречит контрактным обязательствам в Беларусь-калии. Поэтому Yara International в данном случае является скорее нашим сторонником, чем сторонником Беларусь-калии. Их беспокоит ситуация на предприятии, и, безусловно, они будут настаивать на том, чтобы ситуация менялась. Но мы также хотели бы, чтобы Yara International более активно поддерживала тех рабочих, которые отстаивают свои права, отстаивают их в соответствии с законом, но им нужна поддержка на этом этапе и для тех, кто уже присоединился к стачке, и тех, кто собирается присоединиться. Вопрос от зрителя поступил, сейчас я вам адресую его. Есть ли какие-либо контакты с властями Российской Федерации из администрации президента, правительства или политических партий по вопросу прекращения поддержки властей Беларуси? Мы постоянно говорим о том, что мы хотели бы видеть более активную и более конструктивную позиции России по белорусскому вопросу, чтобы они более адекватно оценивали происходящее в Беларуси, чтобы они оценивали действительные факты, а не то, что говорит пропаганда Лукашенко. На сегодняшний день мы видим, что Россия продолжает поддерживать Лукашенко, несмотря на то, что сам Лукашенко отступает от данных обещаний на уровне президента, на уровне поводства России. Мы понимаем, что для России это весьма неудобный партнер. Мало кто из соседей на Беларуси воспринимает Лукашенко положительно. Это сложилось уже очень давно. По всему периметру у нас, мы можем сказать, что у нас поезд недобрососедства. Отношения с Россией имеют такой характер контрактных отношений, но не основанные на самом деле на ценностях, которые принадлежат белорусскому народу. Ценности свободы, ценности уважения к правам человека, к человеческому достоинству. Поэтому можно сказать, что Россия рано или поздно должна будет прийти к пониманию того, что если они продолжают поддерживать человека, который уже вне контекста белорусского будущего, то они могут остаться тоже, рискуют остаться маргинальными для белорусского будущего, для тех процессов, которые назревают в Беларуси. Валерий, ранее ходила информация о том, что Тихановскую пригласили на инаугурацию Джо Байдена в США, но поскольку из-за карантина, я так понимаю, инаугурация будет проходить в усеченном составе, а вообще сама встреча с Байденом ожидается в ближайшей перспективе, или может быть какой-то телефонный разговор? Ну да, безусловно, такая встреча состоится. Это может быть, началом этого может быть телефонный разговор лидеров Беларуси и США. Я думаю, что такое может произойти уже после инаугурации. Сама инаугурация проходит в действительно усеченном формате, ввиду того, что COVID продолжает бушевать в США, а Байден уделяет этому вопросу первостепенное значение, поэтому личная встреча, безусловно, на этом этапе была бы маловероятной, может быть, даже и неуместной. Но мы ведем подготовку, мы ведем переговоры с командой Байдена для того, чтобы подготовить такую поездку. А когда она произойдет, я думаю, что это вопрос скорее недель, чем месяцев, мы должны дождаться, хотели бы дождаться того, когда назначат топ-руководителей в Госдепартаменте, в Министерстве финансов, возможно, в Министерстве юстиции, во всех тех ведомствах, которые имеют непосредственно интерес к ситуации Белоруссии и могут влиять на происходящее, могут оказывать поддержку белорусскому народу в борьбе за демократическое будущее Белоруссии. Валерий, ну и в конце поделитесь ближайшими планами штаба Тихановской, какие международные контакты и встречи запланированы на ближайшую неделю. На следующей неделе одним из важнейших мероприятий будет участие Светланы Тихановской в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в Ария Формула, это такой неформальный формат проведения встречи и обсуждения ключевых проблем международной повестки дня. В том числе мы будем поднимать ситуацию, контекст, который вырисовался после опубликования записи Карпенкова, в котором он говорил о том, что в Беларуси должны создаваться концентрационные лагеря для тех, кто слишком активно протестует. Говорилось о применении силы в отношении мирных протестующих. Говорилось о том, что правоохранительные органы или силовые органы, правильнее сказать, готовы и должны защищать власть их детей, их семьи. Но ничего не говорилось о том, что правоохранительные органы должны защищать право и правопорядок. Также говорилось о том в этой записи, что Беларусь может оказаться вне международного контекста, что уже не страшно стать международным изгоем. Все эти темы будут подниматься именно как подтверждение того, что режим Лукашенко продолжает осуществлять преступления против человечности, и это должно найти соответствующую реакцию международного сообщества. Да, кстати, историю с Карпенковым мы сегодня тоже обсудим чуть позже с другими нашими гостями. Все-таки еще один вопрос вам задам, это уже будет окончательно последний вопрос. Вот говорили мы об этой премии свободы, которую получил белорусский народ, и она была вручена Светлане Тихановской от имени белорусского народа. Насколько вот такие символичные жесты и шаги от соседних стран важны для Беларуси, для гражданского общества Беларуси? Безусловно, это чрезвычайно важно. Это большая честь получить такую премию в такую годовщину, в 30-ю годовщину дня, который стал ключевым для восстановления независимости Литвы. Мы видим, что Литва последовательно оказывает поддержку народам, народам-соседям, тех народов, которые были в одном государстве с Литвой долгое время, и Украине, и Беларуси. Литва не боится заявлять свою принципиальную позицию, Литва стремится выстраивать новые отношения с Беларусью. Я думаю, что для нас это тоже важный шанс для того, чтобы возобновить отношения, выстраивать отношения с Литвой, как действительно с соседом, с братом, с тем народом, с которым мы провели в одном государстве много столетий. И в конце концов нам нужно отойти от той концепции внешней политики, которую выстраивал Лукашенко 26 лет, которая оказалась провальной. Все эти годы он выстраивал отношения со странами, в том числе со странами-соседями, основываясь на каких-то конкретных интересах, на транзакциях. Давайте вместе зарабатывать деньги, давайте вместе решать какие-то проблемы. Нам в конце концов нужно выстраивать отношения на основе ценностей, на основе того, что является национальным интересом Беларуси, то, что является национальным кодом Беларуси. И тогда наши отношения со странами и соседями в первую очередь будут действительно конструктивными, продуктивными и устойчивыми. Спасибо большое, Валерий. Я напомню нашим зрителям, что с нами на связи был представитель Светланы Тихановской по международным делам, Валерий Ковалевский, с которым мы обсуждали разные международные дела.